Я вас категорически приветствую. В этом выпуске. Чем опасны бегемоты Пабло Искобара, как разгадать тайны пирамиды Хеопса, для чего НАСА устроила космическое ДТП, а также ученые наконец-то придумали, как сделать компьютер из человеческих мозгов. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Для начала увлекательное известие из мира диких животных и редкостных скотов. Многие в курсе, какой насыщенной и яркой жизнью, ну правда недолгой, жил колумбийский наркобарыга Пабло Искобар. Кто не в курсе, слушайте аудиокнигу «Кокаиновые короли» в исполнении Гоблина. Очень интересное. Свободное от уголовщины время Пабло посвящал разнообразным хобби. Например, построил собственный зоопарк и стаскивал туда разных экзотических зверей. Кроме жирафов и страусов, братва из Африки подогнала Пабле несколько упитанных бегемотов. Одного самца и трех самок. Ну трех это очевидно, чтобы африканскому бегемотскому парню не было на чужбине скучно и одиноко. Люди с пониманием. Чисто для справки, бегемоты в реальной жизни мало похожи на добродушных толстячков из мультфильмов. Настоящий бегемот крайне опасный, агрессивный и злобный зверь. В Африке от бегемотов народу гибнет больше, чем от нападений львов и крокодилов. После того, как в 1993 году Пабло Искобара пристрелили, часть зверей с его виллы разобрали по настоящим зоопаркам. Ну а бегемоты оказались предоставлены сами себе и всей гурьбой ушли в побег. Ловить их обратно было сложно, дорого и поэтому никому особо не хотелось. Как это писал Корниеван Ищуковский, нелегкая это работа, из болота тащить бегемота. Обретя долгожданную свободу и как следует осмотревшись, бегемоты осознали, что оказались практически в раю. Водоемов вокруг до горизонта, жратвы в них жрать не пережрать. А грозных хищников в Колумбии наоборот, считай, вообще нет. Ну, после того, как убили Искобара. Успокоившись, бегемоты принялись жрать, спать и яростно совокупляться. Ну, а потом размножаться. И за прошедшие 30 лет их поголовье успешно выросло с 4 до 150 особей, что уже вызывает серьезное беспокойство у местных экологов. Говорят, если не взять ситуацию под контроль, речная экосистема Колумбии не выдержит нашествия африканских гостей. Почему? Вот пример. Бегемоты страсть как любят помечать границы своей территории собственным навозом. Сперва бегемот заботливо копит кал, а накопив опрометью бежит на границу и там гадит, при этом яростно вращая хвостом и таким образом ловко засирая всю округу. Ну, а если на границу бегать лень, гадит где попало. И через это в колумбийских водоемах начали активно размножаться какие-то навозные цианобактерии, что делает водоемы непригодными для жизни местных рыб. И вот уже бассейн реки Магдалены в серьезной опасности. Плюс в Колумбии потихоньку разворачивается подпольная торговля мелкими бегемотами. Они маленькие, симпатичные, но потом вырастают в здоровенных и опасных скотов. Совсем как люди. Ну, а взрослые особи все чаще нападают на туристов и уже угрожают жизням местных жителей. Как следует из заметки в журнале Nature, если не предпринять экстренных мер, то за следующие 20 лет животное наследие Эскобара увеличится в 10 раз. То есть, это будет уже стадо в полторы тысячи особей. И что делать с такой бегемотской шоблой? Ученые просто не знают. Они прямо говорят, решить проблему будет невозможно. И как же быть? С тревогой спросишь ты. И колумбийские биологи незамедлительно тебе ответят. С бегемотами надо поступить так же, как с их хозяином. То есть, без затей пристрелить. Впрочем, есть и более гуманный вариант. Надо вывозить из страны не менее 30 особей в год. Тут пока что Колумбия идет с опережением графика. Власти договорились отправить 60 бегемотов в Индию и еще десяток в Мексику. Там их распихают по местным зоопаркам. На кое-кому они там нужны, не объясняют. У тебя может возникнуть вопрос, а что бы не вернуть их на родину, в жаркую Африку? А нельзя. Нельзя, потому что за 30 лет сладкой жизни в Колумбии бегемоты нахватались местных микробов и вирусов, которых в Африке отродясь не водилось. И если бегемотов такой толпой депортировать на родину, вообще непонятно, что из этого получится. Так что выбор для толстокожих скотов невелик. Или массовые расстрелы, или депортация. Ну а теперь порция выдержанных настоявшихся новостей прямиком из Египта. Оттуда поступают сообщения о неожиданных результатах многолетнего эксперимента. Еще в 60-х годах прошлого века ученые затеяли сканировать пирамиды в Гизе с помощью космических лучей. Ну тут, конечно, восторженно взвоют любители конспирологии. Наконец-то нам расскажут правду о том, как рептилоиды с Нибиру строили пирамидальные космодромы. Но нет, речь идет об известном физическом явлении. Под воздействием космических лучей в атмосфере Земли образуются заряженные частицы, мюоны. Мюон имеет массу в 200 раз большую, чем электрон. А с материей при этом практически не взаимодействует. Что позволяет ему, этому мюону, прошивать плотные материалы, например, камень. Причем прошивать на глубину в несколько километров. И если на пути мюонов установить специальные фотопластинки, получится своеобразный мюоновый рентген, позволяющий просвечивать практически все. С поправкой на время конечное, поскольку в природе этих самых мюонов образуется не так, чтобы много. И для получения понятного результата на пластинке порой приходится ждать недели, а то и месяцы. Ну а с другой стороны, разве это срок для пытливого египтолога? Благодаря данному методу, в 2017 году внутри пирамиды Хеопса обнаружили скрытую камеру над большой галереей, причем длиной аж в 30 метров. А теперь отыскался еще и секретный 9-метровый коридор в северной части пирамиды. Коридор, судя по всему, технический, служит для разгрузки, ну то есть для уменьшения давления каменных блоков на помещение, которое находится строго под ним. Казалось бы, ну что такого коридор и коридор, даже половик не постелен. Но все причастные выражают по этому поводу невыразимый восторг. Например, экс-министр Египта назвал это открытие самым важным в истории 21 века. Ну, пирамида у Хеопса большая. Вполне возможно, на просвет еще какая-нибудь комнатушка в ней отыщется. Главное, чтобы в ней не притаилась очередная злобная мумия, а не то такая выскочит, намучаются с этой дрянью похуже, чем с бегемотами из Кабара. А вот история из внеземного пространства. В сентябре прошлого года космический аппарат ДАРТ, это Double Asteroid Redirection Test, врезался в небольшой астероид по имени Диморф. И вот специалисты НАСА наконец-то опубликовали результаты врезания. Столкновение с астероидом, как нетрудно догадаться, было произведено умышленно. Стукнутый астероид никакой опасности для нашей планеты не представлял. Эксперимент проводили на предмет изучения возможности менять траекторию небесных тел. Ну, если они вдруг задумают приблизиться к Земле на небезопасное расстояние. И оказалось, что такая возможность действительно есть. Изначально Диморф вращался вокруг другого астероида, Дидима. Но теперь, в результате удара, Диморф должен спикировать на поверхность Дидима. В общем, если бы этот астероид летел к Земле, то его таким ДАРТам можно было бы ловко сбить с курса, что является крайне полезной для человечества возможностью. Вот у динозавров не было своих дартов. И где они теперь? Впрочем, история Диморфа и Дидима на этом не закончена. В октябре 2024 года должна стартовать новая миссия Гера. В рамках Геры космический зонд подлетит к этой паре астероидов и внимательно их изучит. Так сказать, проведет космическое освидетельствование. Можно сказать, снимет побои. Впрочем, результатов ждать еще долго. Не раньше 2026 года. Ну а теперь перенесемся в солнечную Италию, где в древние времена располагалась Римская империя и сам город Рим. Древние римляне были гражданами толковыми. Любили выпить, подраться, ну и руками работать умели. Многие архитектурные объекты, возведенные тысячи лет назад, стоят до сих пор. И в чем же секрет римских успехов? Ну хоть здесь-то не обошлось без помощи рептилоидов? Увы, подлые ученые и тут норовят порушить стройные теории конспирологов. Дело в том, что одним из важных компонентов древнеримского бетона являлся пуцалан. Ну это такая смесь вулканического пепла, пемзы и горной породы под названием туф. Пуцалан, кстати, и сейчас используют в строительстве как добавку к современному цементу. Ну а во времена Титопула и Люциеварена добывали пуцалан в окрестностях Неаполя, с так называемых флегрейских полей. И уже оттуда развозили по всей Римской империи для строительства акведуков, пристаней, храмов, дорог, общественных бань, лупанариев и других социально значимых объектов. А кроме пуцалана, древние римляне подсыпали в строительные растворы известь. Как следует из свежей заметки журнала Science, известь умышленно наваливали крупными кусками в негашеном виде. Ранее считалось, что комки оставались в бетоне из-за плохого контроля качества. Но это казалось странным, ибо с качеством остального древнеримского строительства все было в полном порядке. А теперь выяснилось, что когда, к примеру, в кирпичах появлялись трещины, туда попадала вода, начиналась химическая реакция между известью и пуцаланом, в результате которой трещина тут же самоцементировалась. Именно поэтому древнеримские строения и сохранились на протяжении 20 веков. Что тут можно сказать? Крепка была древнеримская власть, строила основательно. Но теперь, когда уже ученые вырастят в пробирках мозги? Ну, чтобы эти мозги думали вместо тебя. Ну, а сперва немного про другое. С наступлением весны в людях просыпаются дремавшие зимой желания. Например, пробуждается жажда знаний. И знаний не обы каких, а полезных и практически применимых. Взять, к примеру, язык программирования Python. Ну, или как его у нас частенько называют, питон. В отличие от змея-искусителя, Python соблазняет граждан айтишников простотой освоения, а взамен предоставляет самые широкие возможности. Программировать на нем можно как простенький прикладной софт, ну, типа, телеграм-ботов, так и крупные маркетплейсы и даже целые социальные сети. Обучиться такому полезному языку можно на курсе профессия Python-разработчик. Но, скиллбокс. Курс на 75% состоит из практики, включая занятия в составе команды под руководством Team Leader. Учебные материалы доступны в любое время, что, как нетрудно догадаться, очень удобно. По итогу курса предстоит выполнить три крупных проекта, которые войдут в портфолио. Обучаться можно с нуля. Всего шести месяцев на курсе достаточно, чтобы подыскать первую работу в IT. Ну, а по итогу курса через 10 месяцев скиллбокс либо гарантирует трудоустройство, ну, либо вернет деньги. Записаться на курс можно по ссылке под видео. А с кодом ОПЕР2 получишь приятную скидку в 55%. Все подробности в описании. Пока физики и химики ищут замену кремниевым полупроводникам, биологи из университета Джона Хопкинса предлагают забить болт на неживую природу и клепать компьютеры на основе клеток мозга. Выращивать различные ткани из донорских клеток ученые умеют уже давно. Но все попытки замутить в пробирки искусственный мозг пока что к успеху не приводили. Просто размножить клетки в чашке Петри не так уж сложно. Но на мозг даже самый тупой они своими свойствами походить не будут. Исследователи сами отмечают, что концепция мозг-компьютер появилась более полувека назад. Но, несмотря на многочисленные эксперименты последних десятилетий, похвастать было нечем. Однако теперь выявлена возможность создавать трехмерные органоиды, состоящие из нейронов и кучей других клеток, которые тоже находятся в настоящем живом мозгу. Ранее такие клетки считали вредной примесью в лабораторном образце. Но недавно выяснилось, что от них наоборот искусственным извилинам становится только лучше. Ну и, едва получив первые успешные результаты, ученые тут же придумали специальный термин – органоидный интеллект. Ну, по очевидной аналогии с интеллектом искусственным. Похоже, уже спят и видят, как выращенные в пробирках мозги будут подключены к различным интерфейсам, к датчикам, устройствам, чтобы в перспективе можно было собирать из них биологические дата-центры. Эван, полюбуйся, какие схемы уже рисуют. Столь фантастические прогнозы ученые стараются подкрепить расчетами. Опубликованы они в заметке в журнале Frontiers in Science. По оценке ученых, самый могучий суперкомпьютер США имеет производительность, сопоставимую с вычислительной мощностью человеческого мозга. Только энергии ему при этом требуется 21 мегаватт. Запросы человеческой башки гораздо скромнее и оцениваются всего лишь в 10-20 ватт. Ну, то есть разница буквально в миллион раз. В общем, если удастся сконструировать компьютер из клеток мозга, то он будет потреблять минимум энергии при невероятной по нынешним меркам производительности. А в теории еще и может быть самообучаемым. Пока что удалось вырастить совсем крошечные мозговые вычислители, ну, диаметром до 500 микрон, в которых насчитывается примерно 100 тысяч живых клеток. Это сопоставимо с одной трехмиллионной долей среднего человеческого мозга. Но коллектив исследователей оптимизма не теряет и уже готовится вырастить мозговые шматки на 10 миллионов клеток. Вот тут, собственно, кроется небольшая этическая проблема. За 10 недель уверенного роста в пробирке искусственный мозг уже немножко похож на мозг человеческого эмбриона на 20 неделе беременности. И вот, совсем недавно в Евросоюзе и в США были немножко подкорректированы законы, которые регулируют медицинские опыты на мозговых тканях. Так что данное направление, надо понимать, будут усиленно развивать. Но пока что перед учеными стоит масса сложных технических задач, ну, таких как обеспечение питания клеток, а также подсоединение к ним электродов. Будет интересно посмотреть, что же получится, когда и если наука все же преодолеет очевидные трудности. Какими окажутся биокомпьютеры будущего? Надо ли будет заливать смартфон питательный сироп с кофеином, чтобы он лучше работал? Ну, а пока что придется пользоваться своим мозгом. Нравится это тебе или нет, получается или не очень. А на сегодня все. До новых встреч!